11.06 в Кирове. Начинается программа Дневной Разворот. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Сегодня 6 ноября, вторник. Необычно начинается именно с этого дня рабочая неделя. Немножко выбивает это как-то из привычного рабочего ритма. Нет? Все нормально, Светлана? Нет, нет. Все нормально? Мы работали в выходные, Володя. Ты же знаешь. Открывашка. Познакомим с нашей повесткой. По традиции, после 13 часов слушайте особое мнение вице-спикера областного законсобрания Владимира Костина. Вопросы вы ему можете задавать на сайте. Специальная форма в верхнем правом углу. Вижу, парочка вопросов уже пришла. Но есть еще время для того, чтобы вы тоже смогли это сделать. Второй час разворота. Будем говорить с представителями драматического театра о премьере. «Змея золотая» называется постановка. Вот коллектив. Часть коллектива придет к нам. И представит эту работу. Ну и представляем гостя нашего первого часа. Да, конечно. Александр Галецкий, председатель общественной палаты Кировской области. Здесь у нас в студии. Александр Александрович, добрый день. Добрый день, Светлана. Все верно, председатель? Да, теперь уже председатель. А вот сразу попросим пояснить, почему от формулировки секретаря ушли? Не знаю, почему изменился закон. Но, в принципе, я предполагаю, почему. Когда создавалось, была только общественная палата Российской Федерации, и там секретарь. И все регионы, естественно, повторяя, тоже называли секретарем. Тогда уже были вопросы, а почему секретарь? Почему не генеральный секретарь? А потом, вот я в прошлом году, когда побывал на Российском форуме общественных палат, и уже удивился, там людей представляют. И в большинстве уже они не секретаря, а председатели. Уже, так сказать, переделали законодательство. Ну и у нас, это еще, по-моему, в 2017 году было изменение в закон внесены. У нас тоже председатель. Ну пусть будет председатель. Это одновременно с новым порядком формирования, да? Да, новый порядок формирования, председатель. И там есть еще одно очень важное новшество о том, что если избранные члены общественной палаты являются членами какой-то политической партии, они обязаны приостановить свое членство в партии. Причем сделать это в течение не позднее, чем за 30 дней после первого пленарного заседания. А если ты не сделал это, то тебя уберут из общественной палаты. То есть, если ты выбираешь партию, если партия приоритет, ты, увы, не можешь быть членом общественной палаты. Ну вот пленарное первое заседание прошло на прошлой неделе, 31 октября, в доме Витберга состоялось пленарное заседание. И очень приятно было видеть, что в качестве человека, который вел это пленарное заседание, был вовсе не секретарь, не председатель, не представитель общественной палаты Кировской области в палате Российской Федерации, а вообще другой совершенно человек. Это была Надежда Павловна Иванова. Валентина Павловна Иванова. Я хочу сказать, мы действовали, Светлана Владимировна, строго по регламенту. У нас прописано, что, ну пока начальники не избраны, первое заседание пленарной общественной палаты, кстати, как и первое ЗАГС собрание заседания открывает, старейший член общественной палаты. Вот так получилось, что старейшим и мудрейшим, наверное, членом общественной палаты оказалась Валентина Павловна Иванова, которая с первого созыва член палаты. Поэтому она ее открывала. Там вообще было интересно, так, три раза смена происходила ведущего. Потом она передала введение представителю Оргкомитета нашего, это Эдуард Алексеевич Носков. Ну, а потом, когда уже был избран представитель, продолжал ввести представитель. Валентина Павловна Иванова руководит Кировским отделением детского фонда. Почетный гражданин Кировского. Совершенно верно. Мне просто очень приятно было на нее смотреть. Видно было, что человек не просто благодарен, он абсолютно осознает роль, которая ему отведена. И Валентина Павловна не просто член общественной палаты, она один из самых активных работников общественной палаты. Конечно. Это вне всякого сомнения. Она успевает и в детском фонде проводить огромную работу, и здесь, в общественной палате. Совершенно верно, да. И вот были приняты, утверждены комиссии, которые теперь будут функционировать в общественной палате. Мне кажется, что имеет смысл не просто перечислить, Володя, а прокомментировать, потому что нельзя сказать, что создание комиссии было каким-то номинальным. Шли жаркие споры, и довольно долгое время собирались предложения со всех членов общественной палаты о том, какие это должны быть комиссии, и за какие, в общем, зоны готовы на себя взять ответственность члены общественной палаты. Слава Леонидовна, вы-то, естественно, знаете процесс изнутри, тоже как член общественной палаты. И вы помните, что было оргсобрание у нас, где мы попросили всех внести свои предложения по тому, какие комиссии надо сформировать, функционал этих комиссий, какой должен быть, ну и предложения по председателям и заместителям, председателям комиссии. Затем предложений было очень много. И когда мы собрались на оргкомитет под председателем Эдуарда Алексеевича Носкова, я член оргкомитета, тоже это был, я помню, мы обсудили все предложения, которые поступили. Ну, у меня была позиция, так сказать, может быть, немножко формальная, но такая. В третьем созыве было 10 комиссий. Мне казалось, комиссий должно быть меньше. Я вообще считал, что больше 8 будет не надо. Почему? Поясните. Ну, поясняю, потому что, ну, практика сложилась такая, что члены палаты входят, ну, минимум в 2 комиссии, некоторые в 3 входят. Но люди не успевают просто, это же общественная деятельность. Даже на заседаниях поприсутствовать. А что значит поприсутствовать? Вникнуть в те вопросы, которые там обсуждаются. Что-то самому, может быть, инициировать. Поэтому мне казалось, что надо некое укропнение провести. К сожалению, получилось, одно мы укропнили, но добавили еще другое. В общем, сошлись в итоге, если мне не изменяет память, то ли 14, то ли 15 предлагалось комиссии разными людьми. Вот мы сошлись на 9 комиссиях. Некоторые, в принципе, повторяют то, что было. И по названию, и по функционалу, а некоторые нет. Ну, например, Центр общественного контроля. Да, он обязан быть, да, он есть. И сразу хочу сказать, что предложение, которое поступило, оно и прошло потом на пленарке, избран председатель Сергей Николаевич Улитин. Кстати сказать, мы на пленарке в повестке было, что избрание председателей комиссии и заместителей председателей комиссии, вот члены общественной палаты согласились с моим предложением не избирать на первой пленарке заместителей председателей комиссии. Почему? Потому что комиссии сами еще не сформированы. Вот как раз мы дали людям до 6 числа, до сегодняшнего дня, еще раз возможность подумать, в какие комиссии они войдут, а после этого соберутся в этом месте на первое заседание. И сами изберут. Сами пусть, так сказать, ну нет, формально придется потом все равно на пленарке голосовать, утверждать как бы это. Но пусть сами они там, так сказать, посмотрят друг другу. Переговорят между собой, да. В глаза ходят друг другу, посмотрят. А так ведь кто-то и не знает никого, так сказать, голосовать неизвестно за что. Поэтому мы только председателей комиссии избрали. Комиссия по образованию, внуки, культуре и делам молодежи, которую возглавлял Сифулин Григорий Петрович в прошлом созыве, сейчас это Инна Витальевна Балихжанина. Мы ее знаем, хорошо. Я думаю, что все ее знают. Комиссия по, она называлась по агропромышленному комплексу и сельским территориям, а теперь называется по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Кстати, в ряде названий комиссии вот это слово развитие появилось. Это принципиально, вы, Володя, правы, мы вот на этом акцентируем внимание на Оргкомитете. Фат Мудрич Хайрулин, он и вот главлят эту комиссию. Тоже хорошо известен нашим слушателям. Комиссия по развитию, опять же, гражданского общества. Олег Юрьевич Ткачев. Комиссия по экологии и природопользованию Тамара Яковлевна Шихмина. И вот тут я уже говорил об этом, и буквально на днях с Тамарой Яковлевной снова общались. Она очень переживает, господи, кто же, говорит, запишется в эту комиссию, потому что экологов-то больше кроме нее нет среди членов общественной палаты. Но я думаю, что это не обязательно должны быть экологи. Люди неравнодушные, которые волнуют проблемы экологии. Светлана Владимировна. Записалась. Уже. Спасибо. Я, между прочим, и наставила на том, чтобы эта комиссия сохранила свое присутствие в общественной палате. Но она обязана быть, конечно. Конечно. Особенно в свете мусорной реформы, которая так тяжело идет. И вообще специфики Кировской области по различного рода захоронениям. И в том числе урбанистическая тема, которая сейчас делает акцент на зеленые каркасы экологические. Она должна быть, конечно. Вот я думаю, что мы как раз, когда я сейчас буду говорить о следующей комиссии, вы-то хорошо мостик бросили. Вот комиссия по экологии, урбанистическая тема должна звучать. И мы предположили, хотя мы помним, предложение ваше было отдельную комиссию по урбанистике создать. Долго спорили, но решили, что комиссия по развитию экономики и инфраструктуры. Очень большой круг вопросов. У меня вот есть бумажка, где функционал каждой комиссии так прописан, что обсуждать будут. Так вот, это самый большой функционал. Носков Эдуард Алексеевич возглавит эту комиссию. И вот вопросы урбанистики. Нам бы хотелось, чтобы они обсуждались в рамках этой комиссии. Ну вот это очень грамотное решение, потому что в процессе изучения истории развития городов, а урбанистика — это наука об устойчивом развитии городов, мы, даже те, кто не является специалистами в этой отрасли, дипломированными, понимают, что невозможно развивать экономику города и региона без развития инфраструктуры. Инфраструктура, урбанистика напрямую, конечно, связана. Даже некоторые члены оргкомитета удивляются, почему раньше слова «инфраструктура» не было в названии этой комиссии. Именно. Логично, совершенно должно быть. Комиссия, которая и была, и она обязана быть по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту. Марина Николаевна Копырина возглавила ее. Вот укропнение произошло. Комиссия по социальному развитию, здравоохранению, физической культуре и спорту. Было две комиссии. Мы объединили социальные эти вопросы в одну, и Катаева Наталья Алексеевна возглавила. Знаем. И комиссия по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Евгения Васильевича Сметанина. Да, прервемся здесь на полминуты. Я думаю, что имеет смысл озвучить нашим слушателям по некоторым комиссиям поподробнее некоторые вопросы, чтобы знали в дальнейшем, куда обращаться со своими заявлениями. Продолжаем разговор. Мы говорим о том, что четвертый созыв Общественной палаты Кировской области приступил к своей работе. Прошло первое пленарное заседание. Первое заседание Совета. Сейчас формируется по составу комиссии. То есть определено девять комиссий Общественной палаты. На одну комиссию стало меньше. Где-то объединились вопросы. Мы должны будем поподробнее сейчас рассказать нашим слушателям, чем конкретно будут заниматься некоторые комиссии. Все подробно не будем освещать. Для того, чтобы было просто понятно, с какими вопросами, куда можно обращаться нашим горожанам и жителям региона. И вот давайте, хотелось что-то сказать. Уже сейчас вылетела мысль. В каком направлении? Подскажем. Что? В каком направлении хотя бы мы ушли на перерыв с просьбой к Александру Александровичу пояснить специфику каждой комиссии? Давайте мы комиссию по социальному развитию, здравоохранению и физической культуре разберем поподробнее. Потому что социалка, она и в правительстве, и в городской администрации, и в общественной палате одна из самых таких болезненных тем. И очень животрепещущие. Всегда вопросы очень важные здесь поднимаются. Я, наверное, когда увидела это объединение и предложение об объединении комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту с социальным развитием, немножечко напряглась. Потому что я понимаю, что по здравоохранению тоже очень много вопросов. И по социальным вопросам, и по социалке тоже огромный вал. С одной стороны. С другой стороны, как в правительстве Кировской области это единый блок социальных вопросов и здравоохранения, так и здесь может быть. И самым для меня большим оправданием объединения этих вопросов послужила пенсионная реформа, которая вступает в действие. И мы понимаем, что социальное положение людей предпенсионного и пенсионного возраста и вопросы здравоохранения связаны абсолютно напрямую. Вот совершенно. И на мой взгляд, я тоже в эту комиссию записалась. Я просто для себя тему определяю. Несмотря на то, что я и в молодежной сфере массовой физической культуры и спорта, в общем, тоже занимаюсь направлением таким, как велодвижение, знаете, прекрасно, большой проект по велошколе и прочему, по которому, слава богу, подвижки очень значительные за год за этот произошли. Вот второе для себя определило темой. Это именно тема людей предпенсионного и пенсионного возраста и доступности для них услуг бесплатных или с минимальной оплатой по физической культуре и какому-то популярному доступному спорту. Потому что, на мой взгляд, у нас в городе и в области с этим большие проблемы. Я сужу об этом по собственному опыту и по сообщениям с полей, из районов, когда наши коллеги-журналисты пишут, что объединение людей зрелого возраста хочет поехать на соревнования по скандинавской ходьбе, и нужно 10 тысяч, и этих 10 тысяч нет, например. Или вот ты же помнишь прекрасно, Володя, наш опыт с проектом 50+, когда мы за неделю собрали 500 звонков, и люди со всего города звонили. И вот такой делали мы средств социологических, где можно в течение полугода бесплатно заниматься гимнастикой, бесплатно заниматься танцами и спортом. Запрос гигантский, а возможностей не так много в городе. Я уже приводила здесь пример. Например, Москвы, естественно, когда Сергей Семенович Собянин за полгода до пенсионной реформы запустил в Москве большой проект «Московское долголетие», и в каждом районе Москвы и в социальных центрах, и в фитнес-центрах открывались огромное количество групп, где каждый желающий москвич мог записаться в такие группы по интересам. И я думаю, что он, конечно, предугадал, так скажем, пенсионную реформу, но он смог очень хорошее задело сделать для московских пенсионеров и предпенсионеров, чтобы они понимали, что о них заботятся вот здесь. У них есть доступ, они могут выйти из дома, они могут заниматься своим здоровьем, социализироваться, общаться и прочее. У нас, на мой взгляд, этому уделяется мало внимания. У нас очень, конечно, много проблем. Но раз поскольку пенсионная реформа неизбежна, она уже данность, то этим заниматься надо. Вот я для себя две такие категории в этой комиссии. Ну, Светлана, вы правы, так сказать, два маленьких замечания я сделаю. Первое, вот смотри, когда мы думали о том, какие комиссии будет, какой функционал, мы же опирались еще на опыт, естественно, а сколько обращений граждан по тем или другим вопросам. И вот, ну, как хотите, это воспринимайте, это тоже срез, но количество обращений по проблемам здравоохранения в общественную палату сократилось. Сократилось, и эти, ну, я считаю, это плюс большой, конечно. И эти вопросы реже стали рассмотреться, даже на свидании, у нас специальная комиссия была по здравоохранению. То есть это вот такое замечание, ну, достаточно объективное, ведь люди сами пишут к нам, никто не просит, когда проблема изникает и не обращается в палату. Второе, да, естественно, как раз вот мы обсуждали очень много, что пенсионная реформа, да, ее обсуждали, проект ее, а теперь-то все, она грянет с 1 января, и вопросы-то они начнут возникать, естественно. Поэтому надо будет вникать в эти вопросы, надо будет заниматься, наверное, многопроблематикой жизни людей предпенсионного возраста. И поэтому, ну, и вопросы семьи здесь будут, включение демографического развития, вопросы развития трудовых отношений, не случайно в свете пенсионной реформы, социального партнерства, взаимодействия с профсоюзными организациями. У нас Роман Береснев вступил в ряды общественных. Прокуроритель федерации профсоюзных организаций. Ну, вот, я еще не знаю, какую комиссию он выбрал. Я подозреваю, что в этой он будет. Я думаю, что, скорее всего, да. И он, кстати, члену оргкомитета был, и он тоже очень радовал за то, чтобы вот эти вопросы обсуждались на этой комиссии. Вопросы здорового образа жизни. Конечно, вопросы физкультуры и спорта, в том числе, прямо прописали участие в развитии доступности массового спорта. Мы понимаем, что это одно из самых важных вещей здесь. Вот, поэтому комиссия, конечно, такая, ну, спорты были в том, что уж очень объемные. Да, но вопросы-то комплексные. И решать-то их надо пытаться в комплексе, эти вопросы. Второе, что хотел сказать, значит, мы на сайте Общественной палаты, естественно, весь этот функционал каждой комиссии, по-моему, уже выложено посмотреть, или должны в ближайшее время выложить. Ну, похвастаюсь, уже после пленарки открываю, так сказать, материал один, и с приятным удивлением узнаю, что одна из комиссий Общественной палаты Российской Федерации провела очередной мониторинг сайта Общественной палаты субъектов Российской Федерации и назвала «Десятку лучших сайтов». Я всю десятку не назову, я назову, так сказать, как перечисление идет. Там не написано первое, второе, третье место, просто перечисление. Это сайты общательно было Татарстана, Кировской области, ну и так далее. Приятно было это прочитать. Я сразу пресс-секретарю сказал, помещай на наш сайт эту информацию. Да, все верно, на сайте ОПКО-43 уже все комиссии выложены. Это в разделе «Все структура и функционал» каждой комиссии, он подробно расписан. Кликайте на соответствующие указатели. Да, ну а в ближайшее время, соответственно, появится состав этих комиссий. Можно будет понять, к кому обращаться. Вопрос рабочих групп. Или я так уже забегаю вперед. А почему? Нормально? Нормально. Ну, мы все знаем, что не только комиссии, а еще рабочие группы. Их было четыре в третьем созыве. Я не полностью название назову, по сути, как бы. Рабочая группа по межнациональным и межконфессиональным вопросам. Рабочая группа по соблюдению избирательных прав граждан. Рабочая группа по взаимодействию со СМИ. Опаньки, четвертая какая же. А центр в сфере ЖКХ контроля, он ведь в рамках рабочей группы был? Нет, или не берем? Не трогаем. Четвертая, не помню, какая четвертая была. Ну хорошо, пусть не обижаются. Значит, пусть не обижаются. Ну и что хочу сказать. И в принципе, мы формируем эти рабочие группы тоже на пленарном заседании. И оргкомитет принял, на мой взгляд, мудрое решение на первом пленарном заседании не формировать рабочие группы. А перенести это на второе пленарное заседание, мы об этом людям сказали, так сказать. Тоже сбор предложений. Да, но если говорить о моем мнении, то я считаю, что жизнь должна подсказывать, какие должны быть рабочие группы. Вот, например, опять же, пусть на меня не обижаются, так сказать, те, кто входил раньше в эту рабочую группу. Но я считаю, зачем создавать рабочую группу по межнациональным и межконфессиональным отношениям, если у нас есть комиссия по развитию гражданского общества, и там функционали прописаны в том числе и межнациональные и межконфессиональные вопросы. Зачем? Я понимаю, что область межнациональная, эти вопросы должны рассматриваться, вне всякого сомнения. Но есть комиссия, и это элемент гражданского общества. Это объединение граждан по принципам национальности, культурно-национальной автономии, там общественные организации, это же все и личное гражданское общество. Сан Савченко, я правильно понимаю, рабочая группа, формат деятельности именно этого объединения, он, так скажем, более ситуативный, что ли? Какая-то вот конкретная проблема, у вас рабочая группа. А здесь, ребят, ну обсуждайте на комиссии, вот на постоянно действующей комиссии. По взаимодействию со СМИ, я еще раз говорю, я свое мнение высказываю, и не обижайтесь на меня, замечательные представители СМИ. Вот я был очень удивлен, когда пришел в общественную палату, вообще зачем такая рабочая группа? Потому что со СМИ должны взаимодействовать все комиссии общественной палаты, а как иначе? И мы приглашаем СМИ на все наши мероприятия, они все открыты. Какая еще отдельная комиссия? Если возникнут какие-то спорные вопросы со СМИ, пожалуйста, комиссия по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту. Обращайтесь рассматривать. Ну тут я, наверное, могу, Сан Савченко, пояснить. Я тоже с вами согласна, что необходимости в создании и продлении работы рабочей группы по взаимодействию со СМИ нет никакой. Но в тот момент, когда она создавалась, в общественной палате Кировской области была проблема. СМИ не приходили на заседание общественной палаты. Со связями, с коммуникациями? Нет. С внешним миром? Не приходили СМИ на заседание общественной палаты, и освещение деятельности общественной палаты было очень слабым. Это было вот до того, как вы пришли в АПКО и в качестве секретаря ее возглавили. И тогда мы как раз рассуждали, что надо бы ее создать. Тогда во всей общественной палате представителем СМИ только я была. Юрий Львович Слемензон ушел в городскую думу, но мы не собирались вообще ни разу, потому что стали очень активно работать, собственно говоря, аппарат общественной палаты. Я тут стала работать, собственно говоря, через нашу студию очень активно. И вообще изменилось отношение многих кировских СМИ к общественной палате. И вы видите, какая наполняемость сейчас буквально каждого заседания общественной палаты. В телевидении бывают два-три представителя, газеты, интернет-порталы. И поэтому сама работа общественной палаты и ее комиссии, те вопросы, которые стала палата разбирать, и насколько активно и ярко они обсуждались, привлекли СМИ к освещению. Сейчас проблем с этим, слава богу, нет, но это такой индикатор. Если мы вдруг увидим, что на наше совещание перестали приходить смешники, значит, мы, ребята, чем-то, может быть, не тем занимаемся. Потому что, конечно, СМИ держат руку на пульсе, и самые горячие, и самые важные вопросы всегда-всегда освещают. Это такой индикатор. Сейчас мы видим даже по СМИ, что работа общественной палаты затрагивает самые такие вот животрепещущие вопросы, которые общество волнует. Светлана Юрьевна, спасибо вам большое за то, что вы вот эту работу в свое время провели. Потому что для меня это просто удивительно, как не взаимодействовать со СМИ. Это вообще странно. Было плохо. Спасибо, что вы сдвинули этот вопрос вместе с аппаратом. И сейчас, на самом деле, ну, я ведь тоже своим говорю сотрудникам, девушки дорогие, ну, что вы ждете, если повестку дня СМИ видят, если там ни одного вопроса не затрагивает интересы граждан, конечно, никто не придет на это. Но у нас таких мало бывает случаев. В основном, конечно, какие-то, хотя бы один вопрос там всегда есть очень резонансный какой-то. И я очень благодарен средствам массовой информации, которые на самом деле приходят на пленарки, на заседание совета, на заседание комиссий наших. Это нормально. Это так и должно быть. Ну, а как иначе? Ну, сейчас пленарное заседание, которое было. У меня было ощущение, что половина зала — это палата, половина зала — это представительство. У меня тоже было такое ощущение. Про место мы еще поговорим поподробнее, да? Где было первое пленарное заседание. Да, значит, и вот что хочу сказать, и вот здесь Володя был прав, который вот так вот бросил реплику, что рабочая группа, вероятно, создаются по ситуативным каким-то вопросам. Вот была проблема со СМИ, была рабочая группа. Решили эту проблему, ну и зачем? Вот одну рабочую группу, я думаю, я буду инициировать, по крайней мере, ее все-таки создавать снова. Это рабочая группа по соблюдению избирательных прав граждан. В связи с чем? Она была создана, когда появились общественные наблюдатели на президентских выборах. Сейчас, вы знаете, мы вышли с законодательной инициативой, в первом чтении уже ЗАГС Собрание ее приняло, надеюсь, в ноябре во втором чтении примет, что сейчас на всех выборах муниципальных, губернаторских, в ЗАГС Собрание, в Кировской области тоже будут общественные наблюдатели. То есть тема, понятно, остается актуальной. И вот, наверное, эта рабочая группа должна быть сформирована. Но надо сказать, что и выборы, которые прошли в сентябре месяце, уже при патронаже общественной палаты в связи с новым законодательством, мы же разбирали потом очень подробно. Были сомнения накануне, надо, не надо, правильно, неправильно. Потом же, когда разбирались ситуации, поняли, что есть большой интерес жителей регионов контроля за выборами. И отработали-то хорошо, результат был. И вы знаете, вот здесь ведь у меня тоже столько было сомнений в свое время, когда еще по президентским, но я понял, что чем хороши наши общественные наблюдатели? Они не представляют никакую партию, не представляют никакого кандидата. Они на самом деле представляют жителей Кировской области. Ну, я понимаю, каждый представляет определенный срез жителей, так сказать. И вот эта палитра вся, она помогает создать еще большую объективность всей этой картины. Потом абсолютно большинство наблюдателей оказались людьми такими дотошными. Они ведь на самом деле до конца, до подписания протоколов, пока не дали им сфотографировать со всеми протоколами, ни за что не уходили. Это правильно. Это нормально совершенно. Тем более 2019 год тоже выбранный. В частности, наша городская дума, Татьяна Платунова, которая ушла на работу в ЗАГС собрания, до выбора в город-думу нашу в следующем году. Мы должны прерваться сейчас, коллеги, на полторы минуты у нас реклама. Новый состав региональной общественной палаты приступил к работе. У нас по этому поводу сегодня в первом части разворота Александр Галевский, председатель общественной палаты Кировской области. И мы уже перешли к региональным рабочим группам. Давайте, 9 минут у нас надо. Да, и, конечно, в первую очередь нас интересует, продолжит ли свою работу группа по контролю за ремонтом и строительством дорог. И содержанием дорог. Потому что члены этой группы нам не так давно, месяц назад уже заявили, что они самораспускаются и работать дальше в группе не будут. А я так подозреваю, что все-таки эта группа обсуждалась и необходимость в ее существовании вы видите. Ну, самораспускаться они не могут, потому что они созданы решением Совета общественной палаты. И последнее заседание Совета Третьего Созыва приняло решение прекратить работу группы по дорогам и группу по контролю общественному за тарифами. В связи с истечением полномочий Третьего Созыва. У нас после пленарки на следующий день 1 ноября состоялся первый совет общественного платного Созыва, на котором мы приняли в том числе решение снова сформировать рабочую группу по контролю за дорогами. Причем мы попытались найти сейчас вариант, потому что страшно было смешно. Вот по законодательству эти рабочие группы по общественному контролю, их полномочия надо было продлять каждый месяц. А группа, извините, постоянно действующая, по крайней мере, весь сезон. Но вроде мы нашли лазеечку, и она будет действовать на постоянной основе, такая рабочая группа. И welcome, пожалуйста, все, кто чувствует в себе силы, записывайтесь сейчас. Надо сказать, что для этого не обязательно быть членом общественной палаты. Нет, там, конечно, войдут ряд членов общественной палаты, но и как и сегодня, там общественники есть, те, кто болеет этой проблемой. Единственное, что не обижайтесь, потому что она не может быть там безразмерной, будет определенное ее количество, и выбирать будет совет общественной палаты из тех кандидатов, которые сами себя предложат. Что нужно сделать, чтобы в эту группу, собственно говоря, записаться? Придти в общественную палату, записаться или на сайт написать на наш, так сказать, что я хотел бы, чтобы меня включили в эту рабочую группу, и объяснить все-таки, аргументировать, почему кто я такой и почему меня это волнует проблема. До 27 ноября, смотрю на сайте общественной палаты, нужно это сделать. Вот эти вообще есть у нас на сайте. Дальше, вторая рабочая группа по... Да, и мы не утвердили, пока руководители этой рабочей группы. Но это обязательно будет членом ПКО. Вторую рабочую группу по тарифам тоже все будет, она утверждена. Там уже утвержден снова ее руководитель Евгений Алексеевич Сметанин. Это самая молодая региональная рабочая группа наша. Она полгода всего существует, но очень вот... Извините, я сделаю рекламу. Завтра рабочая эта группа еще как бы прошлого состава отчитается о своей работе. Пресс-конференцию в 10 часов проводим в ПКО. И я просто этот итоговый документ внимательно читал. Они подготовили справку очень серьезную за полгода своей работы. Это такая хорошая аналитика. А вопросы тарифов волнуют всех граждан. И там есть над чем дальше работать. Поэтому СМИ приглашаю на эту пресс-конференцию. Там несколько членов этой рабочей группы будут участвовать. Я собираюсь принять частью этой пресс-конференции тоже. И эта группа будет работать дальше. Вот какие еще могут возникнуть региональные рабочие группы? Жизнь подскажет. Как вот по тарифам возникло предложение такое у общественности? Подумали? Ну давайте сделаем. С инициативой создания региональной рабочей группы или рабочей группы кто может выходить? Не обязательно члены ПКО? Ну вот по тарифам, честно скажу, пришел в общественную палату Виталий Викторович Брам. Мы с ним сидели, пили то ли чай, то ли кофе. И он говорит, слушай, ну вот нужна такая группа. Я говорю, давай мы обсудим на совете. На совете обсудили, пишите, опа, нужна. Как это принято говорить, все решаемо. Лишь бы была инициатива, неважно от кого она исходит. Решаемы здравые вещи. Общезначимая какая-то проблема. Вопрос по заместителям вашим. Спасибо, потому что мы как-то так с конца начали. На первой пленарке избраны еще три заместителя. Их и было три. Достаточное количество совершенно. Ну я так это шуткой сказал, что у нас ротация произошла 37%. Поменялась членов общественной палаты. Ну треть. То есть заместителей поменялась тоже одна треть. Снова избран Носков Эдуард Алексеевич. Снова Копырина Марина Николаевна. Ну очень деятельные, кстати, заместители. И Марина Николаевна Копырина еще на первом совете снова у нас вменена в обязанность быть представителем нашем законодательном собрании Кировской области. И избрана Наталья Ивановна Шитько. Общество знаний. Новичок в общественной палате. Новичок в общественной палате. Но не новичок в гражданском обществе. И это особенно важно, потому что Наталья Ивановна занимается такими вопросами. Мы говорим об НКО. Мы говорим о Академии СОНКО. И недавно буквально вышли рейтинги и оценки регионов по взаимодействию в этой сфере. И мы товарищи в хвосте. Мы вот в последних из 82 регионов, мы где-то между 68 и 75 местом по разным критериям. При том, что потенциал гигантский, великолепные совершенно у нас специалисты. А это значит, что просто нужно этому уделять больше внимания. Поэтому совершенно логично, что Наталья Ивановна заняла эту должность, на мой взгляд. И их ресурсный центр, который у них существует, очень помогал нынче тем, кто претендовал на гранты президентства. И результат неплохой, посмотрите у нас. Сан Саныч, цитирую сейчас ваше предложение по нашим коллегам. Репортер, вы на пленарном заседании 1-м 31-го числа предложили сделать доступ в общественную палату свободным для всех граждан. Чтобы люди могли просто прийти со своей проблемой и рассказать о ней, не отчитываясь перед вахтером и с какой они организацией. Знаешь, меня очень часто не пускали в общественную палату, потому что я все время забывала пропуски. И в течение всех этих лет меня всегда тормозили, пока я не позвоню наверх, девочка, меня не пропустила. Вот я хочу сказать так, что моя принципиальная позиция изначально. Общественная палата не может находиться в здании правительства. Ну, по определению, не может. Второе, уже из этого истекающее, понятно, пропускной режим в любом правительственном здании. И надо заранее пропуск заказывать или снизу звонить там, чтобы вышли тебя встретили. То есть, поэтому я считаю, что это для людей некое неудобство создает раз. И плюс, ну, мы не должны находиться в правительственном здании. Хотя достаточно удобно для сотрудников аппарата, так сказать. Вот, поэтому вопрос этот я вставил перед руководством области, что хорошо бы найти где-то такое здание, такое помещение, где... Ну, вахтер-то, скорее всего, будет, конечно, но не с грозным видом. И с турникетом, который, так сказать, там, естественно, кто должен проследить, так сказать, за порядком входящих-выходящих. Но никаких пропусков, ничего не должно быть, естественно. И я вот очень рад. Там разные предложения обсуждались, честно скажу. И инициатива во многом исходила по этим предложениям не с нашей, кстати, стороны, а с стороны Министерства внутренней информационной политики. И я благодарен Игорю Владимировичу Васильеву за то, что он... Понятно, что самый лучший экспронт — это хорошо подготовленный экспронт. И понятно, что мы сидели и обсуждали этот вопрос. И обсуждал я его и с Демитрием Штановичем Курдиумовым. Потом мы обсуждали и с Игорем Владимировичем, и с Андреем Миквидировичем Плитко этот вопрос. И, ну, рассуждали здраво, так сказать, разные плюсы, минусы смотрели этого. И вот то предложение... И я не знал, честно говоря, какое решение примет губернатор. Поэтому я так это мостик-то бросил, сказал, как хорошо. Дело в том, что по закону губернатор собирает первую пленарку, и он назначает дату, и он назначает место. И вот когда пришел от него документ, что дом Витберга, я думаю, так, ну, это уже хорошо, так сказать. Хороший знак. Ну, и вот слышали то, что слышали, сказал Игорь Владимирович. Но сейчас надо думать, ну, во-первых, ради чего это делается. Не ради того, чтобы общественная палата там в красивых стенах находилась. Хотя люди должны приходить, конечно, в место приятное. Надо новую жизнь вдыхать в этот дом Витберга, конечно. И вот мне бы хотелось, чтобы это было таким центром притяжения общественной активности, чтобы общественные организации могли там свои какие-то проводить мероприятия и прочее, чтобы люди туда тянулись. Что не исключает, кстати, там великолепные условия для культурных каких-то вещей, мероприятий, выставок, камерных концертов. А почему бы не быть этому здесь? Почему бы для тех же людей, скажем, пожилого возраста на благотворительной основе какие-то не проводились концерты? Вот в то же время, я понимаю, там же находится сейчас Центр развития туризма. Кировской области, да. Да, надо как-то, вот и мы с Георгием Андреевичем Барминовым, это его подведомственное учреждение, его министерство, обсуждали вопрос, что, ну, скажем, там вот входишь, когда сразу налево у них есть там информационный такой центр, пусть он остается, если люди привыкли, что вот такой тут есть, а ради бога он должен быть, еще может быть там какое-то помещение остаться за центром. То есть мы не захватчики в данном случае, совершенно мирно можем сосуществовать. Когда будет окончательно решен вопрос о помещении для общественных органов? Ну, я очень надеюсь, что к Новому году мы утрясем эти вопросы. Ясно. Спасибо. Спасибо. Первый час дневного разворота завершен. Александр Галецкий, председатель общественной палаты Кировской области, был у нас в гостях. Мы прервемся сейчас на новости, тематические программы и рекламы. И во втором часе к нам придут представители Кировского драматического театра, будем говорить о премьере. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok